Друзья, всем привет, всем доброго! Вы на канале еще много, давай! Чаёчек, кофеёчек, мы начинаем домашний влог! Удивительная картинка такая. Мы не на даче! Мы дома! А почему мы дома? Потому что погода ужасная. Хотя светит солнце, да, может показаться. Но у нас постоянные дожди, и на улице не пройти, всё в лужах. Ночью был ливень. Мы с утра готовим пиццу. Ну как мы, мужики, нам на завтрак решили приготовить пиццу! Сегодня, конечно, не 8 марта, не день матери. Так, подожди, Максимка, аккуратно с ножиком. Так, мы это берем, выкладываем сюда уже. По одной, да. Ну знаешь, кстати, может влезть 4, знаешь, да? Видел такой лайфхак, их все разрезать, да? Ну давай сделаем сразу так. Серьезно. Давай, хорошо. Как их еду? Ты уже делала так? Я просто задумалась сейчас. Ну да, должно же влезть, по идее. Вот так вот? Да. В калабре? Какая разница, вкус-то не меняется? Ну конечно. Разрезаем. Вчера купили готовые эти... Как они называются, забыла. Глинчики эти. Ну, готовое тесто такое, да? Друзья, расскажите, готовы ли вы к школе? Что-то не так выделаешь, конечно. Подожди, давай сюда попросту поставим. Вот так. Да вот так вот. Эй, эй. Что-то не то. Вырывай. Наверное, у нас просто маленький противень. Да, можно. Давайте, давайте, давайте сделать. Короче, мы это все оставляем. У нас дома была колбаска. Сейчас на колбаске. Давай тогда, может, покруглой сделаем. Давай. Обратно. Бред получается. Давайте вот так, мальчики мои дорогие. Обратно делай. Все, так лучше будет. Да. Мы делаем просто для детей. Все колбаса. Мы делаем пиццу, и мы с вами поболтаем. Расскажите, готовы ли вы к школе? Все ли вы купили? Там, школьные принадлежности, канцелярию, одежду для своих детей? А мы, кстати, забыли поснимать, но блузку вы нашли! Да, мы по-минусски купили полноценный наряд. Она у нас полностью готова. Папа, мне. Тебе? Да. У нее получилось так, что у нее же два наряда, можно дома выбрать даже, в чем идти. Да, и еще, друзья, расскажите, есть ли у вас ограничения по школам с первого сентября? Потому что у нас в Латвии ограничения нет. Вчера приняли все. Вчера приняли. Вчера у них было второе заседание, и они приняли в 100%. Как все будет? Рассказывай, как все будет. Давай. Так, ты мне помогаешь. Давай. Получается, что дети в школу только могут ходить те, у кого есть прививка, или они пейки варили ковы. Смотри в камеру, а не на меня. А вот, а, точно, да. А вот если у ребенка нету этого ковида паспорта, то тогда один раз в неделю ребенок будет сдавать тест. Тест он будет сдавать не палочку, а будет делать плёк. Сразу скажу, что если бы делали тест палочкой, мы бы не пошли в школу. Дети должны будут находиться в школе в масках. А с первого по третий класс они могут находиться без маски. Да, а дальше, очень смешно было написано, с 12 лет дети должны сидеть в школе на уроках в масках, исключение урок спорта. Я просто хочу, чтобы вы полностью влились в абсурд нашей страны. А урок спорта, если человеку трудно дышать, он может снять маску. И на уроках вокала он может снять маску. Понимаете, на уроке вокала нельзя заразиться ковидом. А вот про детей, которым 10-11 лет, то есть четвертый класс, про них вообще забыли. То есть, в Перу по третий класс маска не нужна, с 12 лет нужна. Чем не угодил людям четвертый класс, непонятно. Дальше. Да, но самое главное, чтобы дети, которые учатся в школе, которые будут находиться в классе, чтобы они между собой, знаете, как не враждовали, правильно? А будет, будет, дети очень жестокие. Да, потому что они будут говорить, типа, о, у тебя прививка есть, у тебя нету, отойдет мне, знаете. Будет, 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 все будет, да, очень будет. Огромный стресс для некоторых детей. Так, что еще? А, тесты, у которых детей есть ковид-пасс, то есть они или переболели, или они с вакциной, они не сдают тесты раз в неделю. И они сидят на уроках без маски. Вот такое вот разделение людей и уже детей в нашей стране. Да, с другой стороны тоже. Те люди, которые сделали прививку, они тоже могут заболеть. Они очень много болеют. Они очень-очень сейчас болеют. И получается, что ребенок, который сделал вакцину, но не сдал тест, он может быть абсолютно крутым переносчиком заболевания, и мы об этом никогда не узнаем. И где логика? Логика отсутствует. Ну ладно, мы не сдаемся. Перейти на обучение, если у вас вдруг возникает вопрос удаленное, нельзя. Можно только взять домашнее обучение, но только детям с первого по восьмой класс, и это будет полная ответственность родителей. То есть школа не будет учить ваших детей. Только если вы сами. Я просто очень рада. Позитив, позитив, понимаешь? Какие там были еще новиночки вчера? Но сегодня огромный в Риге пикет у замка президента. И знаешь, что я видела? Президент полночи ограждал замок заборами. Чтобы что? Оградиться от своих людей. Посмотрим, что... Ты тебя прет, да? Каждый день, под каждый влог бы так тебя перло. Да, тема интересная просто. Все, тема эту закрываем, так что пишем комментарии, давайте пообщаемся. Просто, знаете, да... Без драки, просто. Без драки, да. Просто эта тема такая очень... Это как политика, это как религия. Об этом не принято говорить за столом. Но просто нам интересно, как в других странах по школам Вопрос. Все, так и бабушку Веру завтра выписывают в больницу. А давай весь влог запишем, просто без пауз даже. Бабушку Веру завтра выписывают в больницу, все хорошо. И мы поговорили с врачом, она нам сказала, что с ней было, так что не переживаем. Бабушка Вера завтра будет дома. Спасибо всем, кто переживал, писал комментарии, желал здоровья. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Так что Наш сделал тебя? Кетчуп налить. Нашли на паузу. Думаешь? Не, будем так весь влог снимать. Да, у меня уже просто горячий телефон немножко. Сколько еще плеть? На глаз, зайка. Ты только постоянно говоришь, что на глаз. Давай запишем тик-ток. Гуру на глаз, а ты прям льешь на глаз. Давай, классная идея. Только лезь будешь по-настоящему. Вот так рождается идея, вы сейчас были свидетелем. Короче, колбаску порезала, теперь давай кетчуп. Пиццу мы готовим сегодня. Муж на завтрак готовит пиццу. Просто вы... Сколько кетчуп? Зай, ну на глаз. Серьезно? На глаз, Занька. Зай, ты чего? Пусть и нам на глаз. Да! Тик-ток мы отсняли, так что подписывайся, это было очень интересно. Продолжаем готовить пиццу. И даже никакого следа на глазу. Так, сколько? На глаз, на глаз. Я уже лил на глаз, на пиццу льешь. Слушай, ну, чувствую. Вот так, чтобы на всей было, да? Мне это много будет. Ну, что, чуть-чуть. Дети у нас едят пиццу только с колбасой и сыром. Макс вообще перестал есть пиццу. Кстати, Настюшка вчера приготовила за полгода пиросуп. Рассольник. Рассольник. Реально, полгода не готовила суп. И... Ну, только холодный летом, да? Ну, да-да-да-да-да. А так захотелось... А что значит осень впереди? Это мы здесь видео снимали. Колбасу мы делим, да? Да, оно пополам. Сейчас список получается, как в этом чирике. Там чуть колбаски, там чуть мяски и все. Угу. Все, хватит. И теперь мы трем рис. И все, и пицца готова. Рис? Господи, трем рис. Трем сы! Замечательная пицца от папы Киры. Это вам. Он вообще не готов? Ну, почти готов. Ну что, прошло минутки 10. 15 может быть. И наша пицца готова. И сейчас мы будем делать вторую пиццу. А эту пиццу уже будут кушать Балиночки и Максим. Пока мы, короче, готовим. Курьер позвонил. И нам пришла... Приехал курьер ЕМС из России. И будем распаковывать. Дверь, закрой Максимка. Очень тяжелая, да? Да. Покоцаны они. Так, открываем. Нам очень важно, чтобы на таможне не разорвали коробки. Такое очень возможно. Хит продаж швабры. Разорвали, да? Смотри, покоцали все. Это таможня. Ой, ну капец, конечно. Продукт не покоцан? Нет, продукт нет. В этот раз был просто всплеск на швабры. На них была небольшая акция. Ну, у нас, в принципе, цена хорошая на них всегда. Вот. И так что... Ну, вроде более или менее, да? Смотри. Я просто сейчас переживаю. Даже не знаю, что... А вот эти скрыты, каждая, видишь? Ничего себе. Ну, да, они должны... Порвали. Не порваны? Ну, чуть-чуть. Все равно, блин. Смотри. Не каждая, кстати, закрывалась. Я могу у меня дома что-то. Ну, у нас на складе есть. Можно поменять что-то. Да, да, да. Ну, посмотрим. Надеюсь, дальше вроде как ничего, да? Вроде более или менее. Главное, что целое. Вот коробочка чуть-чуть покоцена. Видите, у нас хит-продаж швабры. Две разные. У нас, кстати, дома тоже такие и есть. Можем попозже вам показать более подробно. Вот так вот их берут. Все есть. Ну, все более или менее, да? А то мне уже показали коробки, как с почты приходят. Там вообще полный трындец. У нас вроде как все. Матки, сумочки. Так что мы будем сейчас распаковывать все. Работаем. Вам может показаться, что с кухней мы никуда не уходили. Но мы уходили. Мы очень много поработали, как вы видели. У нас пришла посылка. Кстати, вам, да, про это хотели помочь рассказать потом. Но пока наши мысли нацелены на обед. Приготовление обеда. Мы готовим картошку. Тушеную с мясом. Как говорит Полина, с бульончиком. Ну, как мы готовим? Дима, партук. Кирюша готовит. А я убираю квартиру. Он сейчас просто чистит картошку и режет мясо. Остальное буду доготавливать я. У нас такой совместный труд. Всегда. Да? Угу. Вот. А потом посмотрим, как наш день будет складываться дальше. Но сегодня как-то у нас очень-очень-очень-очень-очень и очень много дел. И понимаем, что мы сегодня очень-очень много чего не успеваем. Даже некоторые дела мы сегодня отменили и перенесли. Вот так бывает. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДимаTorzok. 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 Удачи. Белочек нашли, пока гуляем. Много? nono' Definitelynight, questa gala. самой макушке я вижу просто очень высоко да но на камере это не видно потому что очень много веток да у нас очень ветрено сегодня и у меня садится телефон все у меня пять процентов мы идем машину заряжаться но мы хорошо погуляли несмотря на сильный ветер на улице очень-очень хорошо свежо мы пришли домой и у нас пришла посылочка магазина h&m максим садись там по идее все твое разбирай рви пакет давай нет мама мы вчера распаковывали посылочку тоже такую полькину нет не вчера наверное это было уже поздно или даже поздно короче да польки тоже к школе мы готовимся мало того чтобы узку купили так мы еще и купили нам спортивных костюм школу какие-то кофточки джинсики в общем все что нужно на 8 девочки в школу а это максинки в садик что-то тоже в полинке на посылке тоже было ему штанишки рвит помогает тени а здесь только максу у меня теперь фетиш я скупаю только черные вещи детям все черные вещи наши просто макс реально любит он смотрит на нас и ребенок как внук отображал как зеркалит родители да и он хочет только как папа одеваться до бордовые носки папа ногу вот так ходят мои мальчики вот вещи да и макс реально отказывается одевать какие-то другие вещи он все время хочет хочет все черное и так рви пакет сильней а что это мама такое заказала подожди даже забыл как вы видите почти все черное с размером не знаю как будет так будет надеюсь немало h&m в принципе большие мерят порви мне так вот мерить будешь более-менее ой знаешь что самое главное что они тонкие то что нужно потому что я брала вот эти думала для садика для группы мне нравится когда он в трениках таких спортивных тоненьких ходят но эти были смотрите вот такие начосом это на улицу хорошо а вот эти супер в группу и вот таких у нас получается сейчас должно быть две пары одинаковых я взяла ему 110 шапка мама взяла 122 я не прогадала круто и шапка сэш копейки было что-то 5 евро ну да тоненькая на сейчас тоненькая супер здесь у нас там две одинаковые футболки должны быть так две одинаковые просто черные футболочки а то у макса все черные с каким-либо рисунком и он очень ведь человек рад черным вещам и он очень рад очень хотел а здесь три пары штанов кажется тонкие ну да просто уличных у нас уже много нам надо в группу я просто тише я просто так и думал он когда маленький был у него такие были на ну дай дай такие длинные так тонкие до короче пять пар на неделю как раз штанов дарцы мы эти одевают садик совершенно так огромный надо померить или нет а вот эти что я говорю на серенькие темно-серенькие светло-серенькие и а нет нормально кажется так и вот эти тогда 2 игру на неделю мы что-то старенькая еще есть они одинаковые взяла вот и сейчас у нас будет еще одна распаковочка кое-что у нас еще есть мы купили и хотели распаковать вместе с вами да да давай книсти ну что модник мой все нравится ну и слава богу ребенок доволен а главное что носки бордовые мы себе приобрели еще одну селфи-лампу у нас конечно есть селфи-лампа но она поломала у нас упала что ты меня смотришь она она у нас упала вот камера и поэтому пол кальза у нас не светит нужно по месту стучать чтобы она работа а еще она у нас мы лоханулись и взяли размер не в полный рост хоть принести мы взяли не в полный рост и только дома мы увидели да что она знаете на стол надо ставить если хочешь снять видосики в полный рост и короче даже знаете что получается что вот сюда оставишь да блин вот сюда ставишь телефон и вся лампа такая берет и наклоняется от тяжести телефона все мы уже поняли докуда она ну так что столе стоит а так она в пупу в пупочек тебе дышит мы на днях приобрели новую селфи-лампу она очень понравилась нам очень понравилась цена а потому что она была чуть ли не 50 процентов до скидочка не знаю сколько она нам прослужит но нам же нужно было срочно что-то заменить вот здесь у нас главное кольцо и здесь у нас статив это можно дети убирать гарантия 2 года так что чек мы не выкидываем самое главное что мы в магазине проверили она высокая она даже делается намного выше человеческого роста но это же очень круто она конечно не самая крутая самая стоит там 70 евро да можно да мы такую тоже очень хотели но пока что есть в приоритете что-то другое нам же это так видосики снимать тик токи а у нее шире ноги да смотри она потому что вышли и она не только даже вот эта штука сама толще потому что такая же я не знаю что снимал в майку твою видимо начинается все русские люди должны сначала изучить инструкцию нет инструкции на картинке посмотри товарищи мы к вам вернемся они вот сейчас мы будем снимать тик токи обязательно у нас эти на тик токи почти 20 тысяч подписчиков представляете представляете как быстро растет ютюб и как быстро растет тик ток когда она пришла тасс это лампа мы ее стали собирать и у нас же борьбы в эту же минуту половину и тогда было крепление шурупчиками мы сделали а здесь крепенько да будет она другая а мягко это протошила до этого до телефона что она цена красота ну и поляна отойди там это получается первое положение только первое только первое это уже полный нормальный рост снимать видосики кстати я не знаю я показывала на ютюбе или нет вот я сейчас увидела дети на день рождения что мне подарили подвинем просто все вот это дети мне подарили моники на ручку мире миленина полинина и максимкина я расплакалась даже смотрите какая красота очень классно главное что они продумали что цвет должен быть именно такой если бы это было знаете такой яркая кислотная бы конечно тоже в интерьер поставила но они подумали о том чтоб маме прям понравилось красота согласитесь сзади еще написано послание вот так вот дети ну что как лампа это вот вся и вот это вот вся будешь подпрыгивать ну давай сделано человеческий рост зачем нам так высоко это уже комнату освещивать потом нет на лицо да вот так где-то потом мы это разбогатеем еще и купим совершенно крутую по мою профессиональную селфи лампу до которая там с пультом и извините меня управляется издалека но это даже прям такая беленькая это вот такая ну так себе это можно детям отдать в комнату снимать тик токи тоже верно а включи ту я нет ладно сейчас не включу это не регулируется и холодный вот этот хороший да а яркость монета плюс-минус а тоже супер на всю поставь итак пока мне дети смотрят мультики включил им какой-то мультфильм про вертолеты расскажу то что мы обещали до сегодня наши швабры чки короче не забыла принести насадочку для этой начнем с этой это универсальная швабра очень удобно у нее здесь нажимается даже ногой можно вот эти тряпочки убираются каждый в наборе две насадки их отдельно можно покупать и каждая насадка двух сторон то есть можно и так и так для сухой для влажный как микро пылесосик как подметать мыть стены мыть ванни вода кафель да вот все такое окна можно нашу стекольную салфетку пришпандорить сюда и мыть окна это швабра очень классная классно что вне она умеет вот так стоять она прям такая знаете за массивная такая мощная очка классная вот эти обе швабры топ наших продаж это аэра швабры у нее тоже две насадки у меня сейчас они сохнут сюда снимаете наливаете водичку до отсюда она пшикает получается вот беленькая и вы идете вот так куда там на липучках и также защелки вот здесь вот есть да очень удобно видите здесь такая ручка и вы берете так шик-пшик вот там видите водичку меня остатки и тряпочка вы так моете очень крутая вещь у меня уже не знаю все клиенты заказали эту швабру эту и эту но тут люди делятся кому какая удобней чтобы проверить все мы должны были обе заказать конечно же вот и получается сейчас их очень много заказали была небольшая акция на них поэтому люди поспешили так что вот так но реально мы очень ими довольны прям супер вещь помощница нереальная по этой зелененькая синенькая и потом как-нибудь эксперименты с вами будем проводить у нее впитываемость нереальная да то есть она вы если тут пролить целую лужу чего-нибудь она ее просто раз и вытрет не будет ни размазывать ничего и когда знаете дети дома или что-то проливается ну как все мы люди это вообще незаменимая помощница принципе по любому продукту если у вас есть вопрос вы можете их смело нам задавать описать и мы расскажем сейчас именно я со своей командой наладила посты поставки 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 из россии обычно мы из чехии заказываем из россии сделаем теперь заказов и выбрали очень удобный способ доставки очень быстрый и теперь у нас нет только тряпочки мы заказываем все косметику и шампуни хотя это тоже уже в европе появилась но там больше линеек все равно и я наверное опять держала звук пальчиком нет простите надо мизинчик так делать держать скорее бы камера конечно пришла вот в инстаграме конечно люди пишут вопросы и задают и заказывают поэтому пишите тоже если вам интересно у меня кстати появился партнер у меня не первый раз у меня уже есть партнера в россии но не очень активно и сейчас мне появился активный партнер в россии поэтому если вдруг вам нужен какой-то продукт мы можем через нее вам все доставлять будет очень быстро намного быстрее так что пишите если вы хотите тоже у нас сделать заказы например пересылка палат с латвии в россию вам кажется дорогой или другую какую-либо страну знаете во многих странах у нас есть партнеры так что вы можете написать нам дело заказики и мы найдем способ как их доставить в любом случае свяжитесь с нами как всегда внизу в описании нашей страничке инстаграма можно нас там найти и написать а и что кажется должна быть так что вот сейчас буду убирать квартиру продолжать и все убирать 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 6 часов потом мыть как всегда всех и ложиться спать ну и вот сюда читать книжку мы вообще с кирюши подзависли вот книги то что вам показывали он меня уже обгоняет мы решили до перегонки читать на это бред конечно на стимулируем друг друга на как можем он меня конечно обогнал ему очень понравилась эта книга богатый папа бедный папа и мне тоже магия утром а очень нравится я читаю если вам есть интересные книжки посоветовать конечно же внизу в комментариях пишите у меня уже две лежат в корзине полярисе буду брать потом скажу такие очень классные и такой небольшой списочек что я еще хочу вот так что если есть что посоветовать уже пишите вот на сегодня будем прощаться увидимся с вами в следующем блоге